здравствуйте друзья с вами вяткин александр это канал команда гост плюс я тут в одном из роликов пообещал что буду выкладывать больше мелких прикладных моментов это видео как раз одно из таких она может служить памяткой для заказчиков смежных мастеров на объекте и начинающих электромонтажников сегодня мы разберем три основных вопроса которые мы обязательно обсуждаем с каждым заказчиком относительно электрики в санузлах а именно как правильно подключить полотенцесушитель скрытым способом без розетки какие нюансы есть при подключении вытяжного вентилятора в ванной и дадим самое простое объяснение что такое дополнительная система уравнивания потенциалов как она выглядит каким образом работает поехали начнем с полотенцесушителя в чем проблема просто вывести кабель из плитки подключить полотенчик к нему дело в том что в комплектах для скрытого подключения напрочь отсутствует какое-либо место для запаса проводов туда дай бог влезают только клеммники и на этом пространство для маневра полностью заканчивается и подключая полотенчик торчащему кабелю вы по сути делаете подключение одноразовым ведь если контакт ослабнет и соединение отгорит то ваш торчащий хвостик на этом закончится и подключить новый полотенцесушитель будет уже невозможно без расковыривания стены и дичайшего колхоза мы же делаем подключение с соблюдением необходимых запасов и делаем его следующим образом во первых на стадии проектирования устанавливается точная модель и определяется конкретное место где полотенцесушитель будет подключаться да мы не делаем монтаж без проекта никогда о том почему вы узнаете из вот этого видео во вторых вместе подключения устанавливается полноценный подрозетник обратите внимание что спуск подрозетнику делаются с отступом сторону если вы спустите кабель строго над подрозетником вы его скорее всего просверлите когда будете устанавливать крепление полотенчика так как они всегда располагаются на одной оси с точкой подключения да гофра скорее всего кабель спасет о том каким образом смотрите вот тут. Но зачем лишний раз испытывать судьбу? В установленном подрозетнике кабель разделывается, делается переход на мягкий многопроволочный провод при помощи опрессовки и укладывается запас. Далее просто закрываем подрозетник крышечкой с отверстием посередине, из которого и будут выведены провода для подключения. В-третьих, в момент укладывания плитки отверстие под подрозетник не делается. Плиточнику нужно будет только проделать небольшое отверстие диаметром 15 миллиметров по центру подрозетника, из этого отверстия выводятся жилы кабеля, делается подключение и все запасы проводов спокойно убираются вглубь стены. Благодаря чему вам уже не страшно отгорание контактов и прочие неприятности. Запас для повторного подключения у вас всегда есть. Теперь перейдем к вентилятору. Тут тоже есть свои нюансы, так как функционал современных вентиляторов для санузлов весьма разнообразен и не отличается только функцией вкл-выгл. Множество вентиляторов сейчас оснащаются функцией задержки и отключения. Это когда вы сходили в туалет и после того, как вы вышли, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, отключаясь автоматически. Либо есть функция автономного включения вентилятора при повышении влажности. Для реализации обеих этих функций необходимо не только питание, приходящее вместе с включением общего света в санузле, но и жила прямого питания. Говоря проще, мы всегда по умолчанию прокладываем к вентилятору четырехжильный кабель. Две жилы, понятное дело. Ноль и земля, третье питание с выключателя и четвертое подает постоянное питание напрямую. Это позволяет в процессе проживания в квартире устанавливать вентиляторы с любым набором функций. Ну и теперь самое интересное. То, для чего мы все здесь собрались. Дополнительная система уравнивания потенциалов. Сразу должен сказать, это видео в первую очередь предназначено для рассылки новым заказчикам, и я постараюсь дать максимально простое и понятное простому обывателю объяснение. Мы пытались как-то создать полноценный ролик на эту тему, но выходило такое душнилово, что понять это даже многим коллегам было не под силу, не то что простым людям. Поэтому в моем рассказе будут присутствовать некоторые неточности, о всей теории автоматического отключения питания, основных и дополнительных мер защиты от поражения током и тому подобного, мои сверхпродвинутые коллеги смогут спокойно обсудить в комментариях. Начнем с того, как выглядит дополнительная система уравнивания потенциалов. Это по сути коробка, в которую приходит заземляющий провод из электрощита, и из которой же выходят проводники для подключения открытых проводящих частей. Открытыми проводящими частями являются каркас в ванной или сама в ванной непосредственно, если она полностью из металла. Трубы водоснабжения, даже если вся разводка воды сделана пластиковыми трубами, так как вынос потенциала в таком случае происходит через воду. Экран греющего кабеля теплого пола и заземляющие контакты всех розеток, находящихся в мокрой зоне. Кстати, про розетки в мокрой зоне. Сегодня хочу порекомендовать вам продукцию компании System Electric. У многих возникнет вопрос, что это за компания такая и почему Вяткин вдруг начал рекламировать какой-то ноунейм. Без паники. System Electric это не какой-то стартап или новая фирма. Это по сути российское отделение Schneider Electric, которое включает в себя офис, инновационный центр, а также три завода на территории нашей страны, производящие любимые многими монтажниками розетки и выключатели большинства серий Schneider. Такие как Atlas Design, Gloss, Blank, Etude, Wesson 59, Ultra и Wesson 45 для монтажа в кабель-каналах и так далее. А также любимые всеми нами подрозетники и распределительные коробки. Щиты EZ9 Box, кстати, тоже делают тут, на заводе Potential в Чебоксарах. Как видите, это хорошо знакомые всем названия. И я хочу вас обрадовать. Качество остается на столь же высоком уровне. В контексте этого видеоролика хочу продемонстрировать вам влагозащищенные розетки и выключатели серии Atlas Design Profi 54. Цифры в названии линейки указывают на степень пыли и влагозащиты. А это значит, что данное устройство можно применять в таких помещениях, как ванные комнаты и котельные, не опасаясь, что брызги воды могут попасть в розетку и устроить аварию. Корпус устройств данной линейки устойчив к ультрафиолету, что также позволяет устанавливать розетки и выключатели на верандах, загородных домов или просто под навесами. Превосходное качество пластика, два варианта расцветки, большое пространство для укладывания запасов проводов внутри и множество вариантов комбинирования устройств в едином корпусе делают устройства Atlas Design лидером рынка в данном направлении. Все ссылки на новости о компании, продукцию и каталоге я оставлю в описании. Ну а мы продолжаем. Для чего нужна система уравнивания потенциалов и как она работает? Нужна она для того, чтобы при пробое на корпус какого-либо электроприбора, начиная с момента неисправности и до того, как сработает защита, вас не ударило током, так как в условиях повышенной влажности опасность фатального повреждения возрастает многократно. Не говоря уже о том, что неисправность может возникнуть и вовсе у ваших соседей, которые как всегда сэкономили на защите и монтажниках, а трясти током будет весь подъезд через трубы водоснабжения. Проще всего понять, как работает система уравнивания потенциалов, можно на примере птички, сидящей на проводе. Между проводом, на котором сидит птица и землей, может быть какое угодно напряжение, но между лапок птички напряжение одинаково, а когда нет разницы потенциалов, ток не течет. Другими словами, будь у вас хоть все 230 вольт относительно нуля на корпусе стиральной машины, если корпус соединен со всеми остальными проводящими частями в ванной, то вы чувствуете себя как птичка на проводе, то есть ничего не чувствуете, так как между любыми объектами, к которым вы можете прикоснуться одновременно, напряжение равно нулю. В завершении хочу отметить один очень важный момент. Уравнивание потенциалов мы обязаны делать в новом современном жилье, но в то же время в старых домах без заземления делать уравнивание запрещено категорически. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ Плюс.